Чуть больше месяца назад прошел кастинг, где выбрали будущих участников. Затем началась серьезная подготовка. Конкурсанты регулярно занимались с педагогами, учились выходить на сцену и без стеснения общаться со зрителями, петь, танцевать. И вот в канун главного женского праздника состоялось шоу, где каждый участник смог блеснуть талантом. Это новый проект нашего коллектива Центра национальных культур. Конечно же при поддержке администрации, конечно же при поддержке нашего депутатского корпуса, при поддержке жителей нашего района. Поэтому мы говорим спасибо всем, кто принимал участие при подготовке и проведении вот этого фестиваля, чтобы этот фестиваль сегодня состоялся. В нашем городе проводится большая работа для того, чтобы наши дети развивали свой творческий потенциал. Всего на сцену вышли 34 участника в возрасте от 3 до 13 лет. Это жители Лазаревского и Адлерского районов курорта. Самой маленькой участницей стала Мария Ткалич. Несмотря на свой юный возраст, она уже точно знает, что хочет стать телезвездой. Сегодня на этой сцене уже целая россыпь жемчужин. Я понимаю, насколько непростая задача сегодня будет у членов жюри. Самыми главными членами жюри будут наши уважаемые зрители. Чем громче вы будете аплодировать, тем ярче будет оценка. В своей визитной карточке юные артисты в национальных костюмах рассказали о культуре своего народа. Были представлены все национальности, которые проживают на Черноморском побережье. Кто-то исполнил частушки, кто-то рассказал стих, третий показал древний танец, а у других вместо слов звучал национальный инструмент. Я гречанка, и поэтому я выбрала греческий костюм. Я занимаюсь греческими танцами и пою греческие песни. Эла-оп! В индивидуальных выступлениях конкурсанты выложились по полной. Жанры представлены были самые разнообразные – вокал, хореография, цирковые и инструментальные номера, гимнастика, художественное чтение. Сегодня на сцене присутствовало 280 участников групп поддержки. Я думаю, что благодаря этому конкурсу мы раскроем индивидуальный талант тех деток, которые ходят в коллективы, и в дальнейшем для них и для других детей это будет ярким началом чего-то нового. Гран-при фестиваля получили Кира Богданович, Гагик Мкартычан и Виктория Емельянова. Приз детского жюри достался Владимиру Архипову. Были и другие номинации и подарки от спонсоров. Организаторы уверены – конкурс «Южная жемчужинка» станет ежегодным и участвовать в нем будут жители не только Сочи, но и других уголков России, а может и мира. А уже этой осенью в Центре национальных культур пройдет конкурс «Я – мама».